Идти вперед и не избавлять оборотов. Дагестанские борцы-вольники начали подготовку к предолимпийскому чемпионату России. Турнир пройдет 11-14 марта в Бурятии. Первый этап тренировок проходит на базе, в пригороде Махачкалы. На одном из занятий побывал наш корреспондент Курбан Рагимов. Две тренировки в день, настрой на победу серьезные. 60 дагестанских вольников готовятся встретить олимпийский сезон во всеоружии. Чемпионат России станет главным этапом отбора на летние игры в Токио, а потому на занятиях все выкладываются по полной. Подготовка дагестанских вольников к чемпионату России пройдет в два этапа. Первые две недели продлится здесь, в стенах Центра спортподготовки сборных команд. А финальная часть по решению тренерского штаба, возможно, пройдет в самой Бурятии. 6000 километров, разница во времени 5 часов. Прежде чем выйти на ковер, спортсменам предстоит акклиматизация. Этими обусловлено желание тренеров отправить команду в Улан-Удэ за две недели до старта. Однако и здесь есть свои минусы. Окончательного решения пока нет. Вопрос пока открытый. Погода у нас такая, в принципе, зимняя. Там холодно будет, мы южные ребята, поэтому погода нам не подойти. И потом обстановка, эпидемия обстановка тоже особо такая тяжелая. С питанием, наверное, какие-то проблемы все равно в любом случае будут. Основные ребята сели, поговорили, пообщались. Они мне вечером скажут свое видение. Кто хочет поехать туда, например, мы можем их отправить уже индивидуально туда отправить. Пандемия и перенос Олимпиады сыграли на руку амбициозному вольнику из Хасавюрта Розамбеку Жамалову. Если в предыдущие годы воспитанник Мусы Сайдул Баталова и Адама Сайтиева только подбирался к верхней ступени пьедестала чемпионата России, то в 2020-м он сумел захватить лидерство в стране и в мире. Вес до 74 килограммов, самые конкурентные обороты избавлять нельзя. Ну, это как ответственность уже обязывает тебя поддерживать вот этот класс. И наоборот становишься более серьезнее, относишься ко всему тренировкам, к режиму. На тот момент я как раз был травмирован. Я успел залечиться, восстановиться, окрепнуть. Чем больше времени проходит, тем сильнее я становлюсь, потому что молодой, только набираю обороты. И для меня сыграла очень важную роль, что перенесли Олимпиаду. От участия в предстоящих соревнованиях освобожден только Абдул Рашид Садулайев. Тренеры сборной России не видят олимпийскому чемпиону конкурентов в весе до 97 килограммов. Возможно, в столицу Бурятии не поедет и его спарринг-партнер Шамиль Шарипов. Вместо этого тяжеловес отправится на европейский турнир в Будапешт. Там подопечный заслуженного тренера России Шамиля Амарова постарается завоевать для страны недостающую олимпийскую лицензию. Тренерская бушетка виднее, куда меня отправят на Россию или на лицензионный турнир. Посмотрим, куда отправят, буду там бороться. Конечно, я настроен, уверен в своих силах. Выйду, да, выиграю сначала. На аналогичных состязаниях в прошлом году дагестанские борцы завоевали 8 из 10 золотых наград. Повторить такой результат команде будет сложно, но вполне по силам, уверены тренеры. Первый этап подготовки к чемпионату России продлится до 21 февраля. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.